Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! В канун профессионального праздника Дня медицинских работников мы записали эксклюзивное интервью у заведующей кафедрой социальной медицины и управления охраной здоровья Запорожской медицинской академии после дипломного образования. Это интервью мы и предлагаем вам сегодня посмотреть, потому что, наверное, только в профессиональный праздник имеет смысл поговорить о тех проблемах и перспективах развития нашего здравоохранения. Я представляю гостью нашей передачи, заведующую кафедрой социальной медицины и управления охраной здоровья Запорожской медицинской академии после дипломного образования, кандидата медицинских наук, доцента Зинаиду Васильевну Лашкул. Зинаида Васильевна, учитывая, что программа наша выйдет непосредственно в День медицинского работника, мне представляется целесообразным, чтобы мы поговорили о некоторых проблемах и, возможно, о перспективах здравоохранения. Мы сегодня переживаем эпоху всевозможных реформ, и в том числе в здравоохранении. Конечно, любая реформа направлена на улучшение самой системы, это понятно. Скажите, пожалуйста, то, что сегодня декларирует новая команда министра здравоохранения, она влечет за собой какие-то перспективы улучшения качества жизни самой системы, медицинских работников и, естественно, пациентов. Скажите, пожалуйста, на какие акценты делается сегодня проект реформы 2015-2025? Ну, в первую очередь, добрый день, уважаемые телезрители Николаева, Николаевской области, добрый день, уважаемые коллеги. И, конечно, сегодня время достаточно сложное для страны в целом, и в том числе для многих отраслей, и для нашей отрасли медицинских работников. Сложность ее в том, что сложилось целый ряд проблем, которые сказываются на качестве оказания медицинской помощи. Это и недостаточность финансирования, это и вопросы взаимоотношений врача и пациента, это и недостаточность кадров, и целый ряд проблем, которые, прежде всего, сказываются на качестве оказания медицинской помощи. Мы знаем весь наш период независимости. Приход каждого правительства, министра начинается с реформирования отрасли здравоохранения. И мы в очередной раз на сегодняшний день встречаем новые предложения по реформированию отрасли здравоохранения. Я хотела бы остановиться на некоторых моментах прошлой реформы и нынешней, потому что начинать все с чистого листа нереально и невозможно, потому что это всегда влечет за собой дополнительные проблемы, вплоть до разрушений той системы, которая существует на сегодняшний день. И, наверное, стоит сразу же вернуться к заседанию правительства, которое было буквально в конце мая, на котором подводились итоги прошлой реформы, прежде всего реформирования в пилотных регионах отрасли здравоохранения, которая была направлена на основных трех приоритетах. Это приоритет реформы первичной медицинской помощи, экстренной медицинской помощи и вопросы оказания медицинской помощи детям и матерям, где был проведен анализ и оценка тем результатам, которые мы имели в пилотных регионах и непилотных регионах. И была презентована программа нового Министерства здравоохранения и его команды по реформированию отрасли в целом. Я хотела бы сразу упредить целый ряд вопросов, которые на сегодняшний день у нас и среди медицинских работников, и среди общественности, что предыдущая реформа во многом имеет отрицательные моменты. Я не согласилась бы с такой точкой зрения, потому что реформа дала и положительные, и отрицательные моменты. И реформа для того и проводилась, чтобы мы могли увидеть, что же на сегодняшний день, какие моменты в плане организации медицинской помощи прежде всего дадут положительные результаты. То есть прежде всего результаты, которые повлияют на качество оказания медицинской жизни, а значит и на показатели здоровья населения. И если анализировать показатели здоровья населения, прежде всего за последние два года, то я должна подчеркнуть, что впервые за годы независимости Украина получила, мы имели снижение показателя общей смертности, который был 14,5 на тысячу жителей. В 2014 год четко уже мы получили отрицательные показатели. Да, мы можем это связать с экономическим положением в стране, с состоянием постоянного стресса населения, потому что страна находится в состоянии войны и так далее. Но то, что вот те первые шаги реформы, которые были проведены в нашей стране тогда, и прежде всего это первичная медицинская помощь, это вопросы оказания экстренной медицинской помощи, оснащения машинами, оснащения медикаментами, оно дало снижение показателя общей смертности. В то же время, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день ситуация экономическая в стране, которая сложилась в целом, и в отрасли, она требует дальнейшей реформы. В чем они заключаются или должны быть? У нас достаточно большое количество лечебных учреждений, у нас большое количество врачей. Состояние экономики и финансирования не в состоянии сегодня обеспечить полную меру реализации вот той 49-й статьи Конституции бесплатной и доступной медицинской помощи. Поэтому и предложено на сегодняшний день, как вариант реформирования, прежде всего основываясь на европейском опыте реформ, который заключается прежде всего в шести направлениях. Первое направление – это изменение финансирования отрасли здравоохранения. Второе – это изменение управления. Третье – это вопросы, которые касаются медицинских услуг и изменения их предоставления в целом. Это вопросы подготовки кадров, это вопросы информационного обеспечения, которые существуют сегодня в целом, и развития общественного здоровья. Если касаясь вопросов финансирования, то предложение на сегодняшний день Министерства здравоохранения – это прежде всего изменение статуса лечебных учреждений или закладов охраны здоровья. И те предложения, которые были вынесены, они уже положены в проекты законов, законодательную базу, вынесенные на Верховный Совет в плане рассмотрения. Это изменение статуса государственных и коммунальных бюджетных организаций, перевод их в коммунальные предприятия. Что такое коммунальные предприятия? Это возможность зарабатывать деньги самыми различными путями. Для того, чтобы в законодательном порядке мы могли решить эти вопросы, понятно, необходимо внести изменения в целый ряд законодательных актов. Я бы, понятно, на сегодняшний день обращалась прежде всего к руководителям лечебных учреждений, к руководителям департамента, районным радам и так далее. Внимательно ознакомьтесь. Пока что это только проект данного закона. Насколько реально его сегодня воплотить на местах и так далее. Потому что там заложено целый ряд очень сложных моментов. Точно так же, как на сегодняшний день проводится территориальная реформа, и она по многим вопросам идет в разрез реформированию отрасли здравоохранения. Поэтому снова же требуют от нас прежде всего изучить документы, поддержать или не поддержать, внести свои предложения и так далее, чтобы мы не наломали дров, как мы ломаем очень часто при проведении реформирования в целом. Зелена Васильевна, ну вот Вы сейчас сказали, что этот проект предусматривает, самое главное, три вот таких положения. Это первичное звено, оказание экстренной помощи и оказание помощи детям и матерям. Понятное дело, вот на сегодняшний день первичное звено является, как вот образно выражаясь, слабым звеном. Если, как бы сегодня наши управленцы, скажем так, не шарахались, да, а изучали этот закон и изыскивали средства для его реализации, правильно? Потому что он дается для того, чтобы мы обдумали и прорабатывали на местах вот эти вот ресурсы. Почему я об этом спрашиваю? Потому что любое усовершенствование первичного звена требует определенного финансирования. Вот хотелось бы знать, на чьи это плечи упадет, потому что оснащенность сегодня, ну низкая, мы с Вами это знаем, тут скрывать нечего. Да и подготовка кадров еще не на достаточном уровне, чтобы обеспечить то качество помощи, которое мы ожидаем. Я с Вами абсолютно соглашусь в том плане, вот наши ошибки в том плане, что реализация какой-то программы идет впереди подготовки кадров. И мы получили отрицательную оценку реформы первичной медицинской помощи только потому, что пришли неготовые врачи, врачи-педиатры, терапевты, они готовы были в своей профессии и так далее. А быть семейным врачом и выполнять функции семейного врача, они еще не готовы. У нас было время, и эти 8 лет, если начало реформы положено 10 лет тому назад, для того, чтобы подготовить настоящего семейного врача, который бы владел всеми функциями, как в всем мире. Я одно могу сказать, что все равно у нас другого выхода нет. На сегодняшний день весь мир идет по принципу первичной помощи оказания семейным врачом, поэтому в этом направлении, конечно же, будет развиваться. Но что необходимо для этого, чтобы оно себя оправдало? Прежде всего, изменение финансирования, подготовка врача, изменение взаимоотношений между семейным врачом или врачом общей практики и местной властью. Сегодня основное финансирование ляжет на плечи местной громады или местного самоуправления. Насколько заложено в законодательстве, что деньги будут ходить за пациентом. То есть идет договор местной власти с семейным врачом или центром первичной медицинской помощи на предоставление определенных услуг. Будет не финансирование, уже в законе записано, что финансирование бюджетных организаций с 1 января 2016 года не предусматривается, а будет расчет и оплата за медицинскую услугу. То есть семейный врач, врач вторичного уровня и так далее оказывает, предоставляет медицинскую услугу, и за нее будет рассчитываться местная власть или же пациент, или страховая компания. В зависимости от того, кто заказывает эту медицинскую услугу. Мы вот так незаметно подошли еще к одной проблеме, почти запретной теме. Вот смотрите, за более чем 20-летнюю историю существования нашего государства сменилось 5 президентов, несколько больше премьер-министров и уж несчетное количество депутатов Верховной Рады. И сколько раз возникал вопрос о целесообразности, о жизнеспособности 49-й статьи. И никогда мы не могли, мы обманывались этой статьей и обманывали население. Это однозначно, по-моему, тут вообще никто уже теперь не спорит. Скажите, пожалуйста, вот сегодня это как раз та эпоха или то состояние наше, что мы имеем право все-таки прикоснуться и сказать людям правду, что 49-я статья не будет существовать или будут внесены соответствующие коррекции в Конституцию. С учетом наших сегодняшних рыночных отношений в экономике. Действительно, все последние годы в Украине сложилась такая ситуация, что 49-я статья декларирует в том плане, что у нас бесплатная доступная медицинская помощь, а на самом деле она платная на всех уровнях и так далее. И в основном платная за счет населения. Об этом знают все, говорят все, но в то же время изменить ситуацию никто не хотел. Прежде всего, почему? Потому что 49-я статья – это политический вопрос. И, как правило, когда ее поднимали на уровне Верховного Совета, всегда оппозиционный блок пытался блокировать, тормозить, и показать, что они пропагандируют прежде всего бесплатную медицинскую помощь. Но к чему мы пришли? Куда мы загнали наше здравоохранение? Мы загнали его туда, что оно стало на сегодняшний день одним из самых коррумпированных. Потому что больной приходит, он платит за все. Он платит за медикаменты, он за обслуживание, за палату, он благодарит доктора и так далее. В каждом лечебном учреждении абсолютно разные цены на эти услуги и так далее. Почему же государство за весь этот период не могло принять решение? Один раз и сказать. Уважаемые наши жители, сегодня экономика наша позволяет только обеспечить бесплатную доступную медицинскую помощь детям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, допустим. И неотложную. И неотложную медицинскую помощь. А все остальное будет платно. Но эти цены будут установлены, и вы, оплачивая ее, вы имеете право потребовать и качество оказания медицинской помощи от врача, от лечебного там учреждения и так далее. Вот поэтому неоднократно поднимался вопрос о гарантии государства или принятии закона о гарантиях. Что оно гарантирует? С учетом тех денег, которые есть на сегодняшний день, есть в бюджете. Сегодня в программе новой команды это звучит. Но вот первые шаги, которые сделаны на сегодняшний день, я до конца не могу сказать, потому что в законах говорится очень сдержанно, кратко. А после этого будут постановы кабинета министру, будут разъясняющие документы по данному вопросу. Но я уже вижу в том плане, что планируется перевод. Бюджетных организаций, коммерческие предприятия. А значит, они будут продавать эту медицинскую услугу. Но эту медицинскую услугу будут покупать как население, так и государство. И государство будет покупать, допустим, или местная власть на ту категорию граждан, которые, согласно законодательству, имеют льготы на получение бесплатной доступной медицинской помощи. Это прежде всего социально незащищенные слои населения. Дети, старики, допустим, ветераны и экстренная медицинская помощь. Будет расти наша экономика. Сумеем мы больше обеспечить объем медицинской помощи бесплатной, значит, государство будет тогда предоставлять ее на бесплатной основе. Зинаида Васильевна, мы уже привыкли, что медицинские услуги, в частности, стоматологии, являются частными. И никто уже, в общем-то, не возникает и не возмущается, потому что идут в частную клинику, если есть возможность, и там покупать себе эту услугу, да, или воспользоваться ей. А социально незащищенные идут в государство. То есть возникает альтернатива. Вот сейчас речь идет, или во всяком случае, так я понимаю, о изменении статуса, то, о чем вы говорили, лечебных учреждений. Это будет касаться и второго, и третьего уровня, и в частности. Вот как быть с областными лечебными, многопрофильными больницами? Им тоже грозит вот эта приватизация и изменение статуса? Значит, сегодня идет речь о всех лечебных учреждениях, да, и прежде всего, если речь идет о третьем уровне, то это создание центров с оказанием высоко специализированной медицинской помощи. В этих центрах, понятно, уйдут, может быть, тот профиль, который может оказываться на втором уровне, или даже на первичном уровне и так далее. Но вы будете строить и внедрять свои медицинские условия с учетом рынка. Рынок будет диктовать, какие виды медицинских услуг вам необходимы, потому что вам необходимо будет решать проблемы финансирования вашего лечебного учреждения и оплаты за медицинскую услугу заработной платы врачей. В чем на сегодняшний день есть преимущество, прежде всего, для медицинского персонала? В том плане, что он будет не получать голую заработную плату, он будет получать за количество и качество выполненной работы. И, со словом нынешней команды Министерства здравоохранения, заработная плата у врача должна быть не менее 3 тысяч долларов. Но при условии, если его уровень квалификации, если его выполнение, его функциональных обязанностей и работы, он заработает эти деньги. Плюс ко всему, он будет иметь возможность работать в нескольких лечебных учреждениях, снова же по контракту. То есть он выполнил свою услугу, он ее предоставил, он получил за это деньги. И снова же, сегодня и на втором, и на третьем уровне будут работать рыночные отношения. И нет необходимости издавать приказы сокращения ставок, отделений и так далее. Потому что рыночные условия будут симулировать, а какие виды услуг востребованы населением, и что мы будем им предоставлять, и за какие деньги. — Зеледа Васильевна, не знаю, насколько у меня дилетантский будет сейчас вопрос. Вот согласитесь сами, в лечебном учреждении, особенно третьего уровня, есть заведующее отделение, то есть ведущий специалист. И есть врачи, ординаторы, которые, в общем-то, гораздо ниже. Может быть, даже они ту же имеют категорию. Но авторитетность все-таки заведующего, она превалирует при выборе пациентом врача. В невравных условиях будут доктора. Как выходить из этой ситуации? — Я считаю, конечно, мы должны пережить с вами этот переломный период, потому что для многих из нас это будет шоковая терапия. И мы не должны скрывать, что будут огромные сложности. Сложности как при приеме, изменении самого статуса, как при изменении самой системы лицензирования медицинских услуг именно медицинским персоналом. То есть на сегодняшний день врач или медсестра будут иметь право предоставлять ту или другую услугу при наличии лицензии. Лицензии на право выполнять эту медицинскую услугу, так как это на сегодняшний день проводится в Европе. У нас сегодня аттестованный врач-хирург в поликлинике, аттестованный врач-хирург в стационаре. У них разный уровень профессиональной возможности предоставляет. А заработную плату они получают практически одинаковую. В зависимости от категории. От категории и так далее. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что эти условия выбракают, я прошу прощения за такое слово, непрофессиональных докторов или заставят их работать над собой для того, чтобы можно было выдержать те рыночные условия, которые будут. Вы сейчас коснулись темы лицензирования каждого врача. Допустим, если в хирургии, мне, как практическому врачу, понятно, что человек получает лицензию с правом оперировать аппендицит, оперировать язвенную болезнь, оперировать холецистит и так далее. А в терапии немножечко сложнее. Как квалифицировать, определять, по каким критериям он может получить лицензию на свою деятельность? В терапии тоже есть общий профиль в плане подготовки медицинской помощи по всем нозологическим формам, а потом все будет зависеть от вашей специализации. Терапевт специализировался по кардиологии, освоил определенные функциональные методы исследования, вплоть до коронарографии, допустим, и так далее. Освоил, допустим, следующее направление – вопросы пульмонологии. Он может провести бронхоскопию. Вопрос, который касается гастроэнтерологии и так далее. То есть он в дальнейшем повышает свой уровень по какому-то определенному профилю в терапии, получает лицензию на право оказывать высокоспециализированную помощь именно в этом направлении. Я думаю, что в принципе у нас тоже будут выработаны вот эти критерии, каким образом будут лицензироваться врачи всех специальностей. Но и мы же с вами должны понимать, в каком плане. У нас сегодня практически в системе здравоохранения работает 85% узких специалистов, и всего-навсего там 15% врачей общей практики. А должно быть абсолютно наоборот. И сегодня отток врачей с узких специалистов должен пойти в специальности общей практики. Вот пока планируется в том плане, что как раз заработная плата врача общей практики, вот она будет в несколько раз выше, чем врача узкой специальности. Может это материальный символ и даст возможность перевернуть вот эту пирамиду, которую сегодня мы имеем. Но это благие намерения. На сегодняшний день, например, вот вы ясно представляете вот этих альтруистов-инвеститоров, которые будут вкладывать свои деньги в развитие, допустим, сельского здравоохранения или здравоохранения вообще первички. Вот как вот в этом плане? Вот в вашем просто мнении. Если мое личное мнение, то мне очень сложно сегодня понять эту ситуацию. И я сегодня просто знаю ситуацию экономическую в государстве, экономическую в среде населения и так далее. Вот ведь у нас, ну, наверное, где-то больше половины процента за чертой бедности. Вот какой-то небольшой процент средний бизнес, да, и я не знаю, сколько там процентов тех лиц, которые могли бы сегодня вложить деньги в отрасль здравоохранения. Вот, но внимательно почитайте снова основы законодавства про охорону здоровья, где практически предусматривается, если будет изменен статус учреждения здравоохранения, то предусматривается 50 на 50. 50 за счет государства или громады, да, 50 процентов. Это могут быть и деньги медицинского персонала, это могут быть и деньги инвестора, да, олигарха, да, как мы его сегодня называем, который вложит деньги в это лечебное учреждение, но понятно, что и будут требовать возврата или получения прибыли от этого лечебного учреждения. Работать в рыночных условиях сегодня будет очень тяжело. Снова же кадровый вопрос. У нас сегодня не проведена разъяснительная работа, у нас сегодня нет кадров подготовленных менеджеров, которые готовы работать в этих условиях, у нас их нет ни на уровне лечебного учреждения, ни на уровне департаментов и так далее. А то, как сегодня пытаются провести эту работу, что уже буквально с 1 января 2016 года прекращается, допустим, бюджетное финансирование, которое вызвало наибольшее, по-моему, на сегодняшний день сопротивление среди сотрудников, среди депутатов Верховного совета, среди медицинской общественности и так далее. Поэтому мне бы казалось, может быть, намерения достаточно нормальные, нормальные, хорошие, но нужен временный период для того, чтобы подготовить людей к данному вопросу. Как раз предусматривать 10-летний такой промежуток, когда постепенно... Самое главное, чтобы не форсировать ничего, мне кажется, так. Но, вы знаете, вот в том-то вся и беда. Вот я еще раз обращаю ваше внимание на проект этих законов, которые сегодня уже поданы, да, в Верховный Совет на рассмотрение. Их могут принять, знаете, как иногда принимают очень быстро, без всякого обсуждения и так далее. Вот надо просто померить их, насколько они реально выполнимы на сегодняшний день, на всех территориях, начиная сегодня от сельских районов, города, области. Вы сказали о пилотных проектах. Вы знаете, для широкого обсуждения или итогов пилотных проектов, в общем-то, медицинская общественность не получила такого анализа. Ну, практически врачи, во всяком случае. И то, что там задекларировано, допустим, по оказанию экстренной помощи, по работе скорой помощи, да, мы же знаем, с чем мы столкнулись. С дорогами, с отсутствием транспорта, с дефицитом бензина и так далее. То есть мы все равно не выполнили, не уложились те нормативы, которые были предусматрены. Это тоже как бы минус, но который требует глубокого анализа. И самое главное, и решение этих проблем. Вы знаете, ведь они были запланированы, когда принималась в целом программа, и вопросы, которые касались и дорог, и освещения, и транспорт, и так далее. Они были возложены на государственные органы власти, на местные власти, и так далее. Но они не реализованы. Поэтому как можно сегодня потребовать от врача вложиться в те временные рамки, и так далее. Но то, что объединение, создание единого пространства в большинстве регионов дало положительные результаты в плане рационального использования санитарного транспорта, это однозначно. И смертность, допустим, от сердечно-сосудистой патологии, присутствие бригад скорой помощи, доезды, они улучшили показатели за этот период. Конечно, последний год, я еще раз говорю, 2014-2015, когда снова дефицит финансирования, и за этим пошел бензин, медикаменты еще живем мы теми запасами, которые были закуплены за счет государства. Если бы это поддерживалось, то я уверена в том плане, что реформа экстренной медицинской помощи дала бы свои результаты. А прежде всего, это уменьшение смертности на догоспитальном этапе, который мы имели достаточно высокий. Ну и, допустим, наверное, закономерно сегодня, заканчивая нашу беседу, вспомнить о профилактической направленности, которую никто, наверное, не исключает. Ни одна программа, ни одна реформа, потому что это залог нашего, как говорится, будущего и благополучного существования. И вроде бы делается для этого все, и мы пропагандируем это, а тем не менее мы сталкиваемся с проблемами из года в год. Мы наступаем на одни и те же грабли. Это связано и с ростом, как я уже сказал, с эпидемией сердечно-сосудистых катастроф, которые действительно сегодня становятся во главу угла и ведущих наших институтов и так далее. Хотя за последние годы сделано очень многое для лечения этой категории больных. Ну, я уже сказал, что наша программа выйдет в День медработников. Мне хочется, чтобы Вы в заключении дали надежду нашим медикам Николаевичам и, конечно же, нашим пациентам. Имеем ли мы право с оптимизмом смотреть в будущее? Я хотела бы, прежде всего, остановиться на той последней Вашем заключении, в том плане, что основа в отрасли здравоохранения, в нашей, это вопросы профилактики. И понятно, что вся реформа, она направлена на улучшение материальной базы, подготовки кадров и так далее. Но основное направление – это профилактическое направление. И решить только медицинскими сотрудниками – это нереально. Это должна быть мышцесекторальная программа, которая должна быть принята в каждом регионе и так далее. Это вопросы формирования здорового образа жизни. Это вопросы охвата диспансерным наблюдением и профилактических осмотров, которые практически на 70% дешевле, чем оказание медицинской помощи в целом. И в 70% случаев более положительно влияет на исход качества жизни и здоровья. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям Николаевской области. Берегите себя, берегите свое здоровье. Чаще приходите к врачу, контролируйте артериальное давление, контролируйте холестерин, сахар крови и так далее, который в обязательном порядке положительно скажется на Вашем здоровье, на качестве Вашей жизни и так далее. Такими же словами я хотела бы обратиться и к медицинским работникам. Потому что здоровье – это залог, прежде всего, Вашей жизнедеятельности, Вашему оптимизму в плане реализации тех задач, которые сегодня стоят перед нами. Период непростой, он сложный. Но мы переживали с Вами не один период и решали все проблемы, которые касаются здоровья нашего населения и здоровья нашей нации. Еще раз с наступающим Вас Днем Медицинского Работника. Всего Вам самого доброго. Зинаида Васильевна, я хочу поблагодарить Вас за участие в нашей передаче и поздравить Вас лично, Вашу кафедру, весь Ваш коллектив с Днем Медицинского Работника и пожелать, конечно же, больших успехов, большой энергии, которая Вам так необходима для осуществления всех тех задумок, программ, которые стоят перед здравоохранением вообще и перед Академией в плане подготовки кадров. В частности, для того, чтобы улучшить и наше видение, и нашу перспективу, и, естественно, качество жизни и медиков, и, естественно, наших пациентов. Вам огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Наша передача подошла к концу. Я присоединяюсь к поздравлениям Зинаиды Васильевны и еще раз поздравляю всех своих коллег, врачей, медсестер, всех медиков в Николаевщине с нашим профессиональным праздником – Днем Медицинского Работника. Я желаю всем только здоровья, успехов и хорошего качества жизни. С Вами был доктор Зайцев. До свидания. Днем Медицинского Работника